существует книга судеб значит ли это что от человека ничего не зависит весь этот мир создал бог судьбу человек тоже создал бог значит он и создал вот вот эту книгу и то что человек будет делает можем ли мы сказать что у нас выбора нету а за что тогда грешники наказываются если вот сам бог создал их и судьбы их создал и уже для них записал что они будут кричит а затем наказывать их дело в том что это не все просто из такой вещь свобода выбора всевышний создал вот весь этот мир и у этого мира есть правило всевышний знает все но он не вмешивается он создал человека если у него судьба но человек может менять это все у человеке свобода выбора человек когда идет у них и у него есть много путей из путь направо есть путь налево есть в середине есть еще какие-то пути но человеку выбирать это все сам и человеку дана тора чтобы он смотрел на тору могу выбрать правильный путь и тогда человек выбирает будет если он смотрит в тору судьбу свою может менять от каких грехов не спасает шума шума раскаяние еврейского народа раскаяние каждого индивидуума в своем духовном сборе помогает во всех случаях в талмуде в трактате йома который повествует о нем кипурию приводится арбаха луки копора повествование о четырех различных уровнях искупления первый из них это если человек не исполнял предписывающие заповеди одевание от филина проведение пасхального седора и прочее прочее то сказано не не успеет он сдвинуться с этого места как всевышний его прощает если он принял на себя решению соблюдать эти заповеди возникает вопрос зачем тогда емкий пур если всевышний прощает каждый день в зависимости от решения человека зачем нужен емкий пур ответ речь идет о нарушением запрещающих заповеди если человек совершал запреты то в такой ситуации всевышний его прощает более точно подвешивает ему наказание даем кипура и в емкий пур если человек приходит с открытым сердцем и с готовностью вернуться то всевышний снимает с него этот грех очищает его омывает его росой очищения если это грех о котором сказано что наказание за него отрезание души или смертная казнь то в такой ситуации тшува подвешивает наказание емкий пур подвешивает наказание и лишь страдания это преступление снимают четвертый уровень искупления это грех в котором замешана часть у которой является осквернение имени всевышнего если человек вел себя так что в результате имя всевышнего осквернено что люди говорят надо же это человек еврей и ведет себя вот таким недостойным образом значит евреи они таковы в такой ситуации сказано что не тшува не емкий пур и не страдания не могут ускупить этот грех но они лишь подвешивают наказание и только мучение смерти прощает главный вывод из этого у нас следующий первое необходимо понимать что за наши грехи нас ждет страшное наказание особенно будущем и второе мы должны понимать что всевышний ждет нашего искупления ждет нашего раскаяния ждет нашего движения вперед что мы бы действительно стали людьми созданными по его образу как то сказано что человеку не хватает лишь немногого до бога и славой величием он окружил его это та цель ради которым мы должны прийти о чем говорили мудрецы мусара что это называется ханрагата и худо правление единства творца творец хочет раскрыть нам в этом мире свое единство гармонию этого мироздания которую можем восприять только если мудрость крепи то будет на наших лицах можно ли обращаться к экстрасенсам и медиумам по поводу обращения к экстрасенсам к медиумам колдунам и гадалкам эта тема избитая все хотят какой-то мистики все хотят быстрых ответов на сложные вопросы жизни надо знать что нет волшебной палочки и фокуса-покуса если человек что-то в жизни натворила и у него что-то в жизни поломалась надо понимать что есть такое понятие как то алих это процесс процесс излечения души процесс излечения тела энергетики и все внутреннего состояния человека нельзя обойти этот процесс и нельзя этот процесс делать через те силы которые тора указала что у них есть и чистый источник не за того что эти силы они не могут работать например у нас указывается в пророках такие случаи когда люди до обращались и получали ответы но суть не в этом суть запрета в том что человек знал что все силы они поклоняются только богу единому и все в его силах и не надо по обращаться никаким посредникам а мы обращаемся только к единому богу в центральный его офис да и да а и но и и и и